С 2013 года в Беларуси действовала система расчетов за жилищно-коммунальные услуги по тарифам, дифференцированным в зависимости от объема потребления. Теперь она претерпела изменения. Специалисты утверждают, для тех, кто и раньше вписывался в нормативы на воду и цехобслуживание, практически ничего не изменится. Те, кто норму превышал, немного выиграют. А вот если превышали потолок по электричеству, разница будет ощутимая. Граждане уже в этом месяце при оплате после 14 числа увидели, что полностью весь объем по электропотреблению они оплатили по одному тарифу. Ранее, в зимний период эта норма составляла 150 кВт, которые платились по одному тарифу, а уже все, что свыше 150 кВт, они платили по повышенному тарифу. Сейчас это один тариф. По оплате воды и канализации ранее был установлен лимит 140 литров в сутки на одного человека. С 1 марта неважно, сколько человек зарегистрировано в злом помещении, все водопотребление будет считаться по субсидированному тарифу. В случае, если в квартире никто не зарегистрирован, начисление будет производиться по тарифу, обеспечивающему экономически обоснованные затраты на их казание. Что же с их обслуживанием? Здесь норматив раньше считался как, если взять на примере жилое помещение общей площадью 40 квадратных метров и зарегистрированном одном граждане нетрудоспособного возраста, то начисление по техническому службу осуществлялось бы следующим образом. 30 квадратных метров площади начислялось бы по субсидированному тарифу, а 10 оставшихся по экономически обоснованному. Основное, чтобы в данном жилом помещении был кто-то зарегистрирован, тогда вся площадь по техническому обслуживанию будет считаться по одному тарифу. Если же в квартире никто не зарегистрирован, то тариф будет экономически обоснованным затратом.